Вытащить себя из койки, утренний шоу на стройке. 9 часов и 6 минут столицы. Дорогие друзья, пора действительно вытащить себя из койки. А все для того, чтобы поболтать с приятным человеком. Напомним, сегодня вторник, значит, мы говорим, конечно же, о детях. Тем более, раз дети сейчас в школе или в детских садах, можно спокойно и без вот лишних ушей поговорить во всем и ни о чем. Тем более, тема у нас сегодня очень интересная. Боязнь посторонних, излишняя доверчивость, детские страхи. И на все ваши и наши вопросы будет отвечать детский психолог, игровой терапевт Александр Покрышкин. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Здравствуйте, Александр. Но на самом деле дети не помеха. Я думаю, даже если дети сейчас находятся дома, рядом со своими родителями, тоже где-нибудь неподалеку от радиоприемников, может быть, даже наоборот будет польза. Можно будет у ребенка сразу спросить, а ты боишься посторонних, например? А боишься ли ты темноты? Итак, друзья, тема нашей сегодняшней беседы – боязнь посторонних, излишняя доверчивость, детские страхи. Кстати, вот боязнь посторонних и излишняя доверчивость – это как раз, наверное, два разных полюса, да? Одной и той же проблемы. То есть, с одной стороны, дети излишне доверяют, а с другой, наоборот, боятся. Сильно. Всех. Да, да, конечно. И это две стороны одного и того же. Собственно, и детские страхи, на самом деле, когда мы будем, наверное, подробнее обсуждать, мы с вами… Не наверное, а точно. Да, мы увидим, что это очень похожие вещи. Друзья, если вы хотите, давайте сразу скажем номер нашего телефона, и потом уже будем выяснять, чем они похожи. Плюс семь девятьсот девять пять пять сто три и ноль – это вайбер, ватсап, смс. Если есть какие-то вопросы нашему сегодняшнему гостю, Александру Покрышкину, детскому психологу, игровому терапевту, вы можете задавать их смело. Также можно, наверное, будет позвонить по номеру телефона двести двадцать три пять 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 ноль, код Москвы четыре девять пять. Да, все, координаты раздали. Теперь давайте непосредственно о детских страхах раздали. Да, о чем мы начали. Когда они появляются, эти детские страхи? В каком возрасте? Вы знаете, они с рождения фактически, потому что еще там в молодежеском возрасте ребята боятся, например, громких звуков. Они могут испытать испуг. Они могут испугать. А чем это черепа? Сон, наверное, страшный тоже может испугать, да? То есть это, в принципе, какой-то страх, это, в общем, какая-то естественная вещь, которая сопровождает развитие. Она появляется, и это норма для всех. И буквально, да, начиная прям с рождения, фактически есть что-то, что может ребенка напугать. Ну, смотрите, есть же и масса того, что взрослого человека, в принципе, может напугать, да? Человек взрослый, он, наверное, боится еще больше, чем дети. То есть это означает ли это, что мы в детстве просто не побороли какие-то страхи, и что-то у нас осталось? Страх – это вообще же, естественно, такая реакция организма, это чувство, которое дает нам понять, что что-то происходит опасное, и это, естественно, просто важно. Чувство самосохранения. Наверное, в детстве важно научиться просто понимать эту информацию, да, это раз. Во-вторых, научиться, поскольку, ребята, это впервые все происходит, там, боязнь незнакомцев или, да, вот, боязнь каких-то звуков или каких-то воображаемых существ, это им просто важно научиться вообще с этим жить. Ну, как-то, да, потому что есть в жизни много ситуаций, когда мы оказываемся рядом с незнакомыми людьми или когда… Ну, приходит врач, например, да, это же незнакомый человек, ребенок начинает истерить, увидев просто силуэт врача в дверном проеме. И поэтому, да, какая-то задачка развития на какой-то момент научиться с разными незнакомыми людьми, ну, как-то спокойно себя, ну, как-то сохранять спокойствие, да, и чувствовать себя комфортно. Как это можно сделать? Вот тут очень интересный вопрос, потому что, если мы с вами начнем спрашивать наших знакомых, если мы посмотрим в интернете, если мы вспомним, как мы сами делаем, то чаще всего у нас какая идея, да, что важно просто объяснить, что ребенок, типа, не понял, что что-то в шкафу, никого нет, давай я тебе объяснил. И это часто вызывает потом раздражение, когда мы один раз объяснили, да, ну, там же нет никого, чего ты боишься, а он опять. И это, да, как бы, вот многие родители отмечают, что это, ну, вот именно вот это выматывает, да, то, что ты уже объяснил, а он опять, и кажется, что это, да, на самом деле... То есть бесконечный процесс какой-то. Да, и как будто он, да, какие-то слова появляются, манипуляция, он хочет внимания. Хотя на самом деле, поскольку это задачка развития, то есть это не то, что... Есть ситуации, когда ребенок чего-то не понял. Ну, то есть ты его привел в какое-то новое место, показал его, чуть-чуть подтолкнул, и он пошел. И тогда вот эта логика работает. А когда он не пошел один раз, ты объяснил второй раз, значит, ну, это какой-то процесс, и нужно время. Значит, плохо объяснил. Нет, даже дело не в том, что, наверное, не то, что объяснил, а в том, что задача, инструмент здесь другой вообще. Мы постепенно помогаем ему уживаться вот с тем, да, что это какой-то процесс, что он какое-то время, и мы не знаем, какое, к сожалению. Ну, а как можно помочь ребенку в этот сложный период, мы уже поговорим подробнее чуть позже. Сейчас небольшой перерыв. 9.16 в Москве, дорогие друзья. Здесь мы в этом часе говорим о детских страхах, о боязни посторонних, об излишней доверчивости. Помогает нам в беседе детский психолог, игровой терапевт Александр Покрышкин. Давайте немножечко еще теории все-таки, прежде чем мы приступим к вопросам наших слушателей. Ну, потому что уже начинают потихонечку поступать вопросы, и понятно, кстати говоря, они примерно все одни и те же. На эту тему мы говорили вне эфира, да, там пока играла как раз песня. Но давайте немножечко разберемся в причине возникновения детских страхов еще побольше. По большому счету сейчас, ну, можно много про это говорить, чтобы вот основную суть выразить, да, для наших радиослушателей, я хотел бы обозначить две основные причины. Когда у нас есть некая реальная история, когда был испуг, например, был реальный опыт, когда напугала собака, была авария, или что-то случилось такое, да, что, ну, вот мы понимаем, что вот это действительно у ребенка был опыт. И это одна история, и понятно, что это, да, мы здесь, ну, как бы, вот это одна причина. Вторая причина – это возрастная. В каждом возрасте так или иначе ребята сталкиваются с определенной историей. Если вначале, помните, мы говорили про то, что у младенцев, да, есть страх, боязнь громких звуков, ну, потому что эта нервная система так реагирует, они чувствительны. Дальше они начинают, когда у них уже развивается память настолько, что они помнят, что некоторые объекты существуют, даже когда ты на них не смотришь, потому что вначале-то этого нет, они не помнят. Мы убрали, он забыл. Они начинают переживать беспокойство, когда мама уходит, когда кто-то из близких уходит, да, и это начинается вот это беспокойство, когда кто-то, и все, ну, многие через это проходят так или иначе. У всех по-разному, индивидуально это происходит. Но это какой-то возрастной этап. Дальше следующий важный этап – это вообще незнакомые, громкие и всякие разные ряженые, дедушки-морозы и... Клоуны, да, которые пугают детей. Клоуны. Это животные. Клоуны, даже взрослые боятся. И дальше – это воображаемые существа. Вот это какие-то вот такие вехи, которые для ребят там до 5-6 лет прямо вот, да, они вот, ну, это ступенечки такие, да, через которые все так или иначе проходят. Если ничего не делать с детскими страхами, они сами по себе пройдут, а если пройдут, то в каком возрасте? Или наоборот, ситуация усугубится, поэтому надо сразу принимать какие-то решения? Понимаете, тут вопрос всегда большой, ну, как бы, что значит помогать? Вот тут вопрос, есть исследование, ну, как бы, важно, понятно, что ребятам важна наша помощь, и если с нами есть хороший контакт и теплое понимание, да, со стороны взрослого, то это проходит легче. Да, мы не можем сказать, что они сами не пройдут. Наверное, он однажды перерастет. Но тогда вопрос о качестве жизни. Но если каждый день, он вечером боится заснуть, как бы, цена вопроса здесь. Наверное, он там, в 10 лет, он не вспомнит про это, будет смеяться, ну, как бы, а зачем сейчас, да? Страдать и мучиться, да, если можно помочь. А вот как раз-таки вопрос по поводу вот этих страхов, несуществующих существ. Да, да, да. Те же самые там бабайки, но она же любит родителей попугать, да? Сейчас тебя бабайка заберет. Или серый волшок у зубащок укусит. Манипулирует, в общем-то, с детьми. Ну, это же, получается, ты не помогаешь своему ребенку преодолеть страх, ты, наоборот, его еще больше запугиваешь, пытаясь воспитать. Риски, наверное, тут есть, ну да. А что делать тогда? Пугать бабайкой или нет? Ну, наверное, все-таки не пугать, потому что, ну, как бы, цена вопроса. То есть, может быть, это сработает, но это может еще, да, за счет того, что ребенок будет волноваться излишней, и нам будет потом, да, и нам придется его потом оговорить. Мы не знаем, как это выстрелит, что называется, да, чем это обернется, да, скорее всего, может быть, какой-то риск. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок куда-то не ходил, может быть, нам лучше, ну, как-то... Реально выписать? Ограничить его, да, побежать туда вперед, переключить его внимание, ну, как бы попробовать что-то другое. Это не значит, что его нужно пускать везде, и вот так понятно, что люди пугают бабайками не просто так. Понятно, что это, ну, это не просто так, да, но вот здорово, если есть возможность попробовать что-то еще. Ну, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся в нашей беседе. Плюс семь, да, 909-95-5-103-0, вайбер, ватсап, смс работают, задавайте вопросы Александру. Настройка. Девять часов двадцать шесть минут в Москве. Напоминаем, сегодня в гостях у Настройки Александр Покрышкин, детский психолог, игровой терапевт. Говорим мы о боязни посторонних, излишней доверчивости и вообще о детских страхах. Мы просили вас, друзья, присылать свои вопросы на номер плюс семь, 909-95-5-103-0. Вот от Татьяны пришел вопрос. Добрый день, мальчик, двенадцати лет, боится темноты. Как избавиться от этого страха? Двенадцать лет? Ну, вот здесь есть какая-то тонкая грань. В какой-то момент мы можем обращаться к специалистам, то есть, ну, в каком-то возрасте, да, но все равно в целом, да, вот если говорить чисто про психологическую историю, да, то что в 12, что в 3 она похожа, потому что здесь очень важно вот просто помнить о том, что если работают эмоции, и ребенок правда боится, ему правда страшно, то это не вопрос логики, это не потому, что он не понял, что в шкафу ничего, а потому что ему кажется, что там будет. Он может логически понимать, он может днем вместе с вами смеяться, когда вы ему объясняете, что это все как бы ерунда, ну, что это несерьезно, да, он все поймет, он поймет, что там никого нет, потому что дверь у нас закрывается, и все вот это, да, но когда он окажется в темноте, это вернется снова, и это означает, что здесь помощь, она вот не такая разовая, да, не какое-то ни объяснение, ни отучение, да, А это какой-то процесс, когда мы вместе с ребенком помогаем ему прожить и привыкнуть постепенно научиться контролировать эту ситуацию. А родители самостоятельно это могут сделать или здесь необходима помощь специалистов, в частности, детского психолога? Детский психолог просто помогает время сэкономить, в общем-то. То есть здесь можно пробовать, это просто, если есть вопросы, это помогает сэкономить усилия, да, и консультации психолога. Но здесь ничего, в общем, да, ну, это все, в целом, ну, многое из этого самостоятельно работает, да. Когда мы, в первую очередь, что важно, да, это, ну, если говорить про то, что делать, да, то первое, это, во-первых, вообще показать, что мы понимаем чувство ребенка и сочувствуем ему. То есть мы не смеемся, не издеваемся, а мы действительно понимаем. Нет, нет, и это очень важно вообще отслеживать, просто следить за собой. Это вот как звучало про сочувствие, оно было выпукло, ребенок мог заметить, что я сочувствую, или это было как упрек, или просто равнодушно. Да, а ребятам это важно для того, чтобы они поняли, вот когда, смысл в чем, что когда ребенок слышит, что мы поняли, что он чувствует, он, во-первых, чувствует поддержку, он чувствует, что он не один, его реально поняли. Да, во-вторых, он понимает, что это так называется, и это шажочек к тому, чтобы лучше так, оказывается, это я боюсь, это шажочек к тому, чтобы контролировать себя лучше. Дальше второй момент, это пробовать, ну, давать ему какие-то возможности контроля. Если он боится, например, темноты, тогда можно обсудить с ним, можно спросить у него, но не предлагать готовое решение, а тут важно, чтобы он сам, да, понял, что ему важнее, почувствовал это. Мне зайти с тобой или дать фонарик? Или что-то еще? И он такой, ну, давай сегодня с тобой, давай, давай как бы, или нет, давай попробуй с фонариком, нет, давай лучше с тобой, окей. Ну, как бы, он пробует, и он, это возможность, да, ему начать контролировать ситуацию, он пробует разное, он задумывается о страшном, он пробует с разных сторон, да, как бы, и постепенно, и это ключевое слово здесь, постепенно, он учится с этим справляться. Поступил очень хороший вопрос. Ребенку два года боится детей, других детей, чужих детей своего возраста. Гуляем на детской площадке, ходим в магазины, но если только какой-нибудь ребенок подойдет близко, начинаются слезы и просится на руки. Здесь как помочь ребенку? О, поскольку он маленький, то, конечно, здесь вообще очень, ну, меньше всего того, что мы обсуждали вот этих разговоров, хотя тоже посочувствовать и проговаривать. С помощью беседы тут вряд ли можно объяснить что-то. Да, но проговаривать, говорит, ой, страшно, ой, тебе страшно, да, вот, ой-ой-ой, очень страшно, на ручки хочешь, пойдем, да, ну, какие-то простые вещи, да, на вот таком уровне, да, на конкретном, на конкретном. Их все равно важно проговаривать, да, очень страшно. О, испугался мальчик там, ой-ой, не пойдем, все, пойдем, пойдем. А как тогда его примирить с реальностью, с тем, что есть другие дети? Пробовать разные варианты какие-то, когда ему безопасно. Посмотреть со стороны, например, да, или поиграть на площадке на отдалении, наоборот, может быть, где он может отойти от них подальше. Ну, как-то так, ну, то есть пробовать разные. Прийти в компанию, в небольшую, прийти на занятия, где небольшая группа, там, 3-4 ребенка, собраться со знакомым, ну, то есть много разных вариантов, просто сделать, как бы, если ему сложно на улице неожиданно справляться с этим стрессом и видеть детей, может быть, дать ему проще задачку, да, как-то попробовать, там, ну, вот, с двумя познакомиться, например. Спасибо. Мы вернемся совсем скоро к нашей беседе. 9.35 в Москве. В гостях у нас детский психолог, игровой терапевт Александр Покрышкин. Говорим о детях, естественно, по вторникам только о них с 9 до 10 можете речь. Боязнь посторонних, излишняя доверчивость, детские страхи. О врожденных страхах поговорили. Давайте поговорим о приобретенных страхах, в частности, боязнь собак. Собак, боязнь каких-то, действительно, людей, боязнь чего-то там еще. Как можно преодолеть эти страхи? Как научить ребенка не бояться? Если у нас есть, у ребенка была ситуация, когда действительно какая-то, ну, какая-то опасность, ну, что-то такое неприятное произошло. Оно случилось. Собак укусил или взрослый сделал что-то, что ребенок не ожидал, и это было не очень безопасно. По-разному очень может быть, и это разной, да, степени, ну, вот, от каких-то простых бытовых вещей, когда это просто испуг, до каких-то достаточно серьезных и очень серьезных. И здесь, конечно, в первую, тут работа, если это, ну, это работа, да, можно ее назвать так, она у нас здесь в двух направлениях может вестись. Первое – это просто помочь снизить стресс. Ну, потому что есть реальный испуг и еще дополнительные эмоции. То есть если мы с вами так, вот, в предыдущей, в предыдущей части разговора обсуждали ситуацию, когда, как бы, ребенок просто знакомится с новым чем-то, это его пугает, то здесь вот, да, и есть, эти эмоции усиливаются, потому что, ну, правда, было. Опыт неприятный был. Неприятный опыт. И, как бы, важно здесь, в первую очередь, опять активно показывать сочувствие, да, говорить об этом. Вообще, если что-то такое произошло, очень важно проговорить к этому, да, проговорить это, и ребенок может к этому возвращаться, что тоже нормально. Но если каждый нас вспомнит какую-то ситуацию, когда мы, когда у нас действительно был какой-то шок, когда это были яркие, там, яркий испуг, яркая какая-то опасность, мы потом это долго вспоминаем, так или иначе, даже будучи взрослыми, это естественный ход событий. То есть, как бы, здесь, получается, часто мы хотим, чтобы ребята быстрее забыли, успокоились и не думали об этом, да, есть идея, что как будто ты не думаешь, и тогда все... То есть сочувствие, оно в этом помогает. Да, это пережить вот это, пережить эти эмоции, сочувствие, говорить о чувствах, да, говорить о том, что, да, тебе было очень страшно, очень жаль. Ну, как-то, да, вот, разговаривать об этом, и он может вспоминать и слушать его, да, и это тоже часть работы, это тоже серьезно. Может быть, мы не всегда к этому так вот внимательно относимся, но это прям очень важно, про это есть прям много исследований. Можем ли мы дать совет Константину, который задает вот такой вопрос. Сыну 12 лет, 2 года занимается боксом, физически готов на все 100, и тренер это подтверждает, но когда выходит на ринг, у него сразу испуг, и он постоянно из-за этого проигрывает. Можно ли как-то это исправить? Ну, понятно, что это уже не совсем детский страх, да, потому что 12 лет это уже, да. Здесь явно же требуется помощь психолога в этой ситуации. Она может быть полезна, конечно, а если говорить про вот помощь, как про то, как пережить, тут опять, вот эта часть про сочувствие точно есть, конечно, очень важно, потому что часто мы бодрим детей, говорим, ну, что ты раскис, особенно в спорте, да. И не врешь ему, ты победишь. Что ты раскис, что ты опять, ну, как-то мы склонны упрекать в то время, и ребенок тоже склонен себя упрекать за это. Тем более в таком возрасте. Да, когда он очень категоричен, да, вот такое черно-белое мышление, когда либо победил, либо проиграл, и вообще прям вот, да, плохо. Ну, в боксе, к сожалению, только так и бывает, либо ты победил, либо проиграл. Но в карьере боксера, да, это же не единственный, там, выход, да, твой, да, есть какие-то еще варианты. Да, выход есть, но ребенок любит этот вид спорта и хочет заниматься только боксом. Да, ну, может быть, как бы, разумеется, на этом его карьера не заканчивается, но у каждого отдельного боя есть разные варианты. И в этом, да, может быть определенная гибкость, и здесь важно развивать еще его, гибкость его мышления, да, добавлять красок туда. Потому что если он черно-белый, если он настраивается на победу, на проигрыш, и слишком сильно волнуется, то этот избыток мотивации выходит боком, и он теряет контроль. Можно ли говорить, что здесь недоработка тренера? Потому что все-таки тренер в этом возрасте, он еще и психолог должен быть. Или переработка. Или переработка, да. Но в плане, да, когда мы мотивируем прямо на результат, вот, да, гоним, 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 иногда этого оказывается слишком много. А может быть смена тренера, кстати, поможет ребенку, да? То есть если другой человек с другим подходом подойдет? Здесь тоже можно пробовать разные, да, с другим подходом, или просто разговаривать с тренером и обсуждать это с ним. Ну, то есть я бы с тренером сначала обсудил бы ситуацию, точно, да, и, там, брать паузу и снижать чуть-чуть планку, да, помогать ему увидеть. Потому что часто ребята очень, для них это прям как будто очень много, да, ставки очень высокие. Ну, потому что все же хотят как раз-таки показаться в глазах своих родителей отличниками, прекрасными детьми, чтобы ими гордились. Да, и поэтому наша работа здесь в том, чтобы показать, что вообще-то есть еще варианты. Если ты сейчас проиграешь, даже если вот просто ничего не сделаешь, и сразу вот прям совсем как бы, да, прям быстро, да, ничего не получится, и прям вот сразу будет полная фиаско. Это окей, мы дальше еще что-нибудь придумаем. Вот здесь вот тут, да, это не значит, то есть тут где-то есть тонкая грань, да, можно снизить, да, и расслабить, и как бы это какое-то проравнодушие, да, а есть второй вариант, да, когда это слишком, слишком серьезно. Спасибо огромное, Александр, мы вернемся к нашей беседе совсем скоро. Лежу на стройке. 9.46 столица. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях Александр Покрышкин, детский психолог, игровой терапевт. Говорим мы о боязнях посторонних, излишней доверчивости, детских страхах. Вот, кстати, о детских страхах мы много поговорили, а о доверчивости пока вот никак. Александр, давайте вот немножечко закроем и этот вопрос. Тут, собственно, в чем, о чем речь, да, чаще всего, да, мы говорим о доверчивости, когда мы понимаем, что ребенок очень активно и легко идет на контакт с незнакомыми людьми. Это тоже плохо, да, естественно. Ну, у этого есть риски очевидные, да, что однажды этот незнакомый человек может казаться еще и опасным. Как не бояться людей, мы рассказали, теперь давайте поговорим о том, как бояться, да, немножко сделать... Сдержать вот эту вот доверчивость, пыл... Дистанцию вот эту вот... Ну, тут важно очень помнить, что тоже это... И в этом смысле, помните, мы вначале говорили, что это похожая ситуация, что страх и помощь похожа, да, что в страхах, что в излишней доверчивости. Дело в том, что это тоже работа большая, потому что штука в том, что... Ну, очень мало детей, которым не говорили про то, что не нужно уходить с незнакомцами, но они все равно уходят. Ну, то есть штука в том, что они по-другому воспринимают вот это понятие. Вот у меня есть пример. Коллега вела занятие в детском саду про как раз безопасность. Она сказала, всем привет, меня зовут Ольга. Там, давайте познакомься. Они называли свои имена. Она теперь сказала, давайте поговорим, кто такие знакомые и незнакомые. Вот я знакомый или незнакомый, они говорят, знакомая, но мы же знаем, как тебя зовут. Ну, то есть, и это про то, что ребята думают про это проще. И требуется очень много времени, примеров на самом деле, да, для того, чтобы это обсуждать. То есть, буквально каждый день нужно делать. Ну, это как бы, да, или там показывать, да, о, это там, ну, как бы на примерах и говорить про это, да, что и этот дядя незнакомый, и та вот тетя незнакомая там, да, ну вот. Или как бы, да, и обсуждать, если, ну, там, если рядом с тобой, или, да, и это большая, или там, меня там нет. Ну, то есть, как-то это процесс, и он большой, и это время. Довольно-таки длительный, правильно? Да, да, да. Я помню, мне тоже говорили, вот, если щеночек там будет, тебе будет предлагать щеночка, не ходи, конфеты будут давать, не ходи. И очень важно приводить конкретные примеры, да, и Мосгаз, и там, и что-то еще, да, кто-то позвонит, и сосед, и как бы мне нужна твоя помощь там посмотреть, подержать, посидеть в машине или там помочь с собакой. Ну, вот, вот эти все, то есть, очень важно конкретно на примерах это обсуждать с детьми. Ну, мы с дочерью, я помню, да, смотрели какие-то ролики как раз вот в интернете, я показывал ее эти ролики, говорил, вот так делать не надо. Ну, то есть, наглядность. Понимаешь? Да, понимаю, все, молодец. Да, наглядность. Доброе утро, настройка, спасибо за ваш настрой и бодрость. Александр внуку 9 лет, он очень активный, заводила, но боится именно одиночества в комнате. В этот момент дома кто-то есть, он выражает это слезами. Вот я не понял, он боится, ему кажется, что в этот момент дома кто-то есть, либо он боится одиночества в комнате, хотя дома кто-то еще есть. В общем-ка, непонятно. Вам понятен вопрос, нет? Мне нет. Я так понял, что ребенок расстраивается, когда он один в комнате оказывается, ему это трудно. В 9 лет? Да. То есть, боязнь одиночества, опять же. Хотя в доме кто-то есть. Но почему-то ему может казаться, то есть, это же всегда, ну, страх, это часто про иррациональное, про отсутствие логики, то есть, ну, это, да, и здесь опять та же схема. Мы всерьез к этому относимся, мы посочувствуем ему, и мы предлагаем ему какие-то альтернативы. Как мне сделать? Мне с тобой побыть? Дверь оставим открытой. Что мы сделаем, да, там, ты будешь, можешь в комнате у нас с нами поиграть, ну, как бы, да, ты можешь в нашем, ну, вот я сейчас на кухне, например, а ты можешь здесь книжку читать, как тебе удобно. И вот еще один страх. Страх глубины воды, когда она непрозрачна. Кажется, что кто-то схватит и утащит. И это не дает мне заплывать далеко и одному. Ну, это уже, к сожалению, к детским страхам, да, вряд ли относится. Поэтому, когда мы будем говорить о взрослых страхах, а их у взрослых тоже много, да, то мы обязательно уделим вопрос и ответим на ваш вопрос. Александр, где можно вас найти? Скажите, пожалуйста, чтобы вам, к вам обратиться. Ой, меня можно найти в интернете, можно набрать Александр Покрышкин, детский психолог, я пока один такой, и можно, да, мне достаточно легко найти. Фейковых никаких страничек, сайтов. Да, да, да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, приятно было побеседовать. Друзья, берегите себя и своих детей.